Всем привет! Я думаю многим из вас известна такая ситуация, когда мы с вами начинаем лить трафик на сайт, но не получаем конверсии. Их катастрофически мало, или же они просто не растут. И тут у нас возникает такой логичный вопрос. Собственно, а что нужно сделать, чтобы увеличить количество конверсий на нашем сайте? Почему же они не растут? Меня зовут Алена Полюхович, и давайте разбираться сегодня с этим вопросом вместе. И первый мой совет, это дайте больше информации на посадочной странице. Как правило, интернет-магазины имеют несколько типов посадочных страниц, куда пользователь попадает из поиска Google. Это страница каталога, или же какой-то под уровень такой страницы, или же главная страница, или страница непосредственно с карточкой товара. Сами карточки товаров могут быть, на удивление, достаточно бедны на информацию, и, соответственно, это добавляет вопросов для пользователя, и это еще такой, скажем себе, квест для того, чтобы что-либо приобрести. Например, на этом скрине, который вы сейчас видите на экране, вообще непонятно, можно ли купить товар в рассрочку, например, есть ли он вообще в наличии, но и есть зато некоторые поля, которые совершенно не нужны. Это отзывы и слово рейтинг. Куда изящнее справляется с дизайном и подачей информации другой магазин. Вот пример, скринт вы можете сейчас видеть на экране. Как вы видите, тут очень много решений, однако все они выполнены в цветовых решениях бизнеса, и все расположено как надо в нужных местах. Поэтому секреты тут следующие. Во-первых, определите боль своего потенциального клиента, что его интересует в первую очередь при покупке, и постарайтесь их отразить в дизайне посадочной страницы. Учитывайте статистику своего сайта, и, конечно же, смотрите за трендами среди ваших конкурентов. Способ номер два, это, конечно же, уделять внимание вашему контенту на сайте. То есть, не просто старайтесь дизайном выделить нужную информацию, но и старайтесь обращать внимание на контент, потому что он на посадочной странице должен быть максимально качественным. Иногда все может решить просто обычный заголовок, который будет просто шикарно написан, и будет четко описывать потребности нашего пользователя. Ну и простые кнопки для действий. Например, на этом скрине, который вы сейчас видите на своих экранах, мы видим четко, что предлагает нам данный сервис, его конкурентные преимущества, где мы можем посмотреть тарифы, и главное, что он помогает нам вообще делать, зачем нам вообще этот сервис нужен. Я думаю, многие его узнали, это сервис рассылки email в бастрим, и он просто незаменим среди сеошников. Иногда полезным контентом на сайте может быть всего лишь одно предложение, но какое? Оно должно четко давать понимание того, зачем этот сервис или продукт нужен именно вам. Третий способ это, конечно же, уделять внимание графике. Контент на сайте это не просто текст, это совокупность текста, графики и кнопок на сайте. Ее не должно быть много, она должна всего лишь помогать продавать. Пересмотрите самостоятельно каждый элемент посадочной страницы на вашем сайте и ответьте на вопрос, он помогает продавать? Если нет, тогда однозначно удаляйте. Сейчас вы видите скриншот, и на нем вы видите, это пример из графики на посадочной странице, и тут мы видим всего лишь один рисунок, но по нему ясно, кому будет полезен этот сервис, то есть бизнесменам, которым нужно много чего-то записывать, то есть заметки, и есть полная синхронизация с мобильными устройствами. И для пользователя, который ищет приложение, которое поможет ему быстро записывать какие-то важные вещи, этого вполне себе достаточно. Четвертый способ, это упростите способы получения заказов. Согласно исследованию, каждая форма при оформлении заказов просто-напросто убивает конверсию. Оптимальным для заказов является наличие не более чем трех форм для заполнения. В формах заказа они прилично убивают конверсию. Вы должны использовать как можно меньше полей форм на своих целевых страницах, и быть, конечно же, очень осторожными с более сложными текстовыми областями и полями выбора. Пятый способ, это интерактивность при оформлении заказа. Очень часто, к сожалению, в интернет-магазинах можно увидеть корзину, которая реализована текстовыми полями, которую можно заполнить просто так, наобум, отбалды, любыми вообще несовместимыми значениями, например, указать город, при этом и существующую улицу, или же выбрать курьерскую службу вообще другой страны. И обычно такое происходит в тех магазинах, где не продумана логика выбора при оформлении заказа. И чтобы такого избежать, лучший путь, это заглянуть в корзину крупных магазинов. Обычно оформление заказа, там обычно программируемый путь. Пользователь выбирает нужные варианты сверху вниз, и ненужные поля обычно не отображаются, как вы можете видеть сейчас у себя на экране. То есть, например, если мы выберем самовывоз магазина, то система предложит нам список магазинов в указанном нами городе. Если же я выберу, например, доставку курьерской службы на отделение, мне выпадет поле, где я могу выбрать нужное мне отделение. И если я укажу доставку на адрес, то система предложит мне прописать адрес подбором улиц, дома и так далее. Ну и заключающий способ, это конечно же то, что мобильная версия должна быть удобнее, чем десктопная. Есть ряд людей, которые предпочитают урезать функционал и дизайн именно мобильной версии своего сайта в силу так называемых технических причин. То есть, невозможно вывести весь контент или технически мы не знаем, как это сделать, не подпортив верстку. Звучит глупо? Нет. Мобильная версия должна быть не то, что такой же, как десктопная, она должна быть в сотни тысяч раз лучше и удобнее для пользователя. На скриншоте, который вы видите сейчас у себя на экранах, это обычный день для интернет-магазина. То есть, у нас падают заявки, оплаты в больших количествах и все это происходит именно с мобильных устройств. Клиент больше гуляет по списку, изучает ассортимент и в конечном итоге покупает. Десктопная версия лишь кажется, что содержит больше информации, но у топовых магазинов весь контент, который есть на десктопе, он доступен и на мобильных устройствах. Поэтому очень сильно постарайтесь сделать так, чтобы пользователь на мобильной версии абсолютно всегда мог на любом своем устройстве перейти на нужные страницы, имел возможность заполнить все поля, увидеть весь контент, чтобы ему ничего не мешало. Ну и конечно же, чтобы при всем при этом верстка просто не развалилась. Вот такие простые советы, как улучшить конверсию на сайте. На самом деле, с помощью этих шагов, если вы все это реализуете, я уверена на тысячу процентов, что конверсии у вас сразу же пойдут вверх. Поэтому не пренебрегайте этим, подумайте о своем покупателе, думайте, чтобы ему было удобно, приятно возвращаться к вам в магазин снова и снова. Но если у вас остались какие-то вопросы или же вы можете дополнить этот список, обязательно пишите в комментариях, будем рады каждому вашему комментарию. Не забывайте поделиться этим видео в соцсетях, если оно было для вас полезным. Ну и конечно же, вступайте в нашу телеграм-группу и подписывайтесь на наш инстаграм аккаунт. А я желаю вам хороших продаж и до новых встреч!